Знаете, так исторически сложилось, что Яндекс — это крупнейшая в России IT-компания, которая обладает колоссальными ресурсами по разработке собственного программного обеспечения. Поэтому мы в своей деятельности полагаемся прежде всего на собственные разработки, и только лишь там, где необходимо использовать сертифицированные решения, мы их используем. Поэтому наш ответ — мы уже давно импорта заместились. Я банковский сотрудник по жизни, и сейчас я тружусь в Яндекс.Банке. Это организация финансовой отрасли, поднадзорная Банку России. Как известно, финансовая отрасль является одной из самых зарегулированных отраслей у нас в России. Поэтому да, подразделение безопасности было организовано с самого начала, и благодаря большому вниманию руководства компании уделяется колоссальное внимание проблемам безопасности и выделяются необходимые ресурсы для выполнения требований регуляторики и обеспечения именно практической безопасности. На самом деле это достаточно болезненный вопрос. Очень много проходит кандидатов через наше СИТО. У нас положено не менее трех технических секций. Менеджерская секция, ну и секция знакомства. А в течение вот этих всех секций мы стараемся познакомиться как можно ближе с кандидатом, определить его хардскиллы, софтскиллы, и понять, насколько он вообще впишется в нашу дружную семью. И на самом деле, конечно, кадровый голод, ну не сказать, что колоссальный, но он ощутимый. Очень тяжело найти на рынке кадры, которые бы соответствовали нашим высоким стандартам. Но, тем не менее, мы стараемся находить. Конечно, времени уходит чуть больше, чем мы хотели бы, но такие кадры находим. Но проблема такая действительно существует. Да, готовы. Поскольку мы являемся группой компании, у нас есть выделенный сок с отдельным юрлицом и необходимыми лицензиями. И поскольку мы этих ребят знаем, уверены в их технической квалификации и в тех процессах, которые они реализуют, поэтому, да, мы спокойно эти процессы передали на аутсорсинг, подписав соответствующие договоры.